Доброго дня! Начинаем наш новый этап в нашем живописном исследовании, в нашем творчестве, который назвали мы «Лестница в небо». Проект уникален чем? Тем, что он подводит нас к одному из этапов в нашем развитии, в творчестве. До этого мы очень здорово и очень углубленно исследовали взаимоотношения людей. То есть, например, эта работа говорит о том, как мы прослеживали взаимоотношения людей, возводили какие-то структурные схемы, композиции. Вот здесь, например, башнеобразная, горообразная композиция из людей состоящая, переплетенная. И мы вот искали в этом какую-то экспрессию, какое-то воздействие на зрителя интересное. И для себя какие-то раскрывали наши грани, наши возможности для того, чтобы еще больше познать человека, еще больше как-то приблизиться к гармонии, к гармонии взаимоотношений людей между собой. В то же время параллельно, как бы, та линия, которую больше прослеживал, допустим, я, это архитектура Лена, там, допустим, взаимоотношения людей, взаимодействие. И вот архитектура, да, вот, например, такая работа, вот можно ее показать, чтобы я ее не поднимал, она достаточно большая. Вот. Один из архитектурных проектов таких, да, наше полуразрушенное здание Руссова, дома Руссова. Сейчас мы начали восстанавливать, как ни странно, и, может быть, мы тоже унесли в какую-то лепту. И, опять же, прослеживание, именно вот когда оно такое полуразрушенное, когда оно в таком плачевном состоянии, было очень интересно просмотреть, как архитектурную схему его, композиционную схему, в освещении вот этой вот пачки руины здания, и как его красиво сегодня восстановили. И вот на новом этапе мы решили вот эти две темы объединить. Мы решили соединить архитектуру и человека. То есть на фоне архитектурного сооружения, с участием архитектурного сооружения, мы вводим композицию из группы людей, которая будет не просто как бы архитектура фоном для группы людей, или наоборот, группа людей, которая на фоне архитектуры. Нам интересно психологическое состояние. Архитектура это как бы сама по себе, это высшее, переводится как высшее плотницкое искусство. То, с чего начиналось вообще жилище человека, или потом его с развитием, его какие-то общественные сооружения. И вот как человек, его характер может быть отражен в облике архитектуры. И вот мы условно как бы разбили на основные части, любое здание можно разбить на основные какие-то составляющие. То есть это прежде всего фундамент, это непосредственно тело архитектурного сооружения и его кровля. И вот эта вот лестница в небо в целом тема, представляете? Фундамент. Какой человек может соответствовать фундаменту? Крепкий человек, который может нести на себе основную конструктивную схему чего-то. Или там как башни. Помните там в 30-е годы прошлого века возводили такие башни из людей, делали такие композиции. Было очень здорово. Это было высшее как бы наслаждение такое для публики. Цирк, можно сказать. Но мы хотим показать характер человека, его такие качества, как надежность, крепость. И вот в первом задании мы вот сделаем людей и само здание именно по вот этим качествам. Следующее, забегая немножко вперед, скажу вкратце. Это целеустремленные люди, то есть люди, которые как бы ползут, которые созидают, которые возводят основное тело, тело какого-то архитектурного сооружения. Но есть и люди, которые отдыхают. То есть люди, которые уже где-то на кровле, уже на вершине, уже в отдыхе, уже в каком-то завершающем этапе. Вот эти три основных этапа последнего. И вот первым этапом, первым архитектурным сооружением у нас выступит мемориальная кирха, которую в Германии сфотографировали наши дети. Вот Павел с Антониной, они были в Берлине. И вот так очень удачно нам как раз подогнали фотографию вот этого сооружения. Вот эта кирха, она была построена последним кайзером Германии в 1895 году. Нам понравилась Елена что? Простота сооружения. То есть она как бы вытесана из грубого камня с одной стороны, но надо понимать ее историю. Ее называют синяя башня. Она за счет архитектурных специальных приемов, специальных стекол, вот, отражаются вот такие синие лучи друг на друге, друг от друга отражаются от стен, и она светится таким синим цветом, таким очень интересным. Ну, допустим, это не самое главное, здесь это может быть не сильно видно, но это была одна из самых больших башен в Берлине, 113 метров была ее высота, вот. Ее разрушили в 43-м году во время бомбардировки, она была уничтожена практически. Но немцы ее после войны провели опрос, народ проголосовал восстановить эту башню, и ее собрали на специальном помосте, разобранную такую, то, что от нее осталось, и вот сделали, может быть, не один к одному, но сделали вот это вот монументальное сооружение новое, уже принесли там какие-то новые элементы, там есть шеститонная, внутри уже шеститонная статуя Христа, там есть Сталинградская Мадонна, вот, там уже какие-то такие моменты есть, которые надо поехать лично посмотреть, ну, это уже, может быть, чуть позже. Но, тем не менее, здание очень интересно и по своей архитектуре, вот, то есть там прослеживаются, как бы, элементы готического стиля, монументальность, и как раз то, что нам надо для того, чтобы показать вот эту основополагающую мощь архитектурного сооружения. Так что сегодня тема у нас Атланты, фундамент, люди и архитектура, и башня. Теперь Елена Ильичева скажет пару слов и сделает по традиции подмалевок. Ну, тут в действии наша игра в четыре руки, Лена делает подмалевок и делаю архитектуру, потом мы вот так вот постоянно будем меняться. Мы рады всех приветствовать в Центре современного искусства Аурум, в мастерской Елены Владимировичевых. Наконец-то мы подошли к территории наших композиций, к которым мы стремились всю жизнь. И сегодня с таким настроением хорошим, приподнятым, и собрав воедино все наши знания, по которым мы шли каждодневно, к тем вершинам, которые мы хотим преодолеть, и хотим все-таки написать свою картину. Не знаю, получится или нет, будем стремиться, чтобы этот триптих, лестница в небо, мы могли видеть каждый день перед своим взором. Пишем картины для себя. И вот пример я вам хочу показать. Когда мы храм Нотр-Дам-де-Пари написали... Помните, когда мы делали замки Парижа, да? Вот мы написали его в ситуации световоздушной среды Парижа. И тут же мы вписали немножко комедиантов. Там трио, парень и две девушки, которые разыгрывают какую-то сцену в городской среде на фоне вот этой архитектуры старинной. И не знаю, вроде бы чуть-чуть подошли мы в этом, в этой картине, к тому, что мы хотим говорить. Пространство воздуха, природа, на ней территория прекрасной архитектуры, которая выстояла время, и где-то мизансцена людей, да? Где-то мы чуть-чуть приблизились. А вот в этой работке, работка, знаете, какого? 16-го года, замки из песка, немножко подошли. К тому же, только архитектура маленькая, пейзаж большой. И какие-то инфанты, принцесски играются здесь, строя замки из песка. То есть здесь человек главнее, так? А скорее всего, человек в пейзаже. Архитектура маленькая. Сегодня у нас будет всё уравновешено.